доброе утро мои хорошие всем огромный план итальянский чао так я еще в этой одежде я сейчас с утра сделала короткий видеоблог не видеоблог а видео отчет о том как я пользуюсь за своим лицом что мне девочка спросила показала рассказал смотрю у нас дождь еще идет не идет непонятно вроде как прекратился у нас сегодня с утра так ли стало конкретно у нас такой дождь был конкретно слушай поближе к свету чтоб не было видно муж сегодня не работает вот он сегодня у него сегодня отгон потому что он сегодня повез утром к девяти в городскую нашу больницу отвез свекра отвез своего отца на прием на очередной прием к специалисту по-моему там к эндокринологу но к другому к эндокринологу по диабету потому что наш свекра у него сахарный диабет как и у моей мамы и короче я никиту отвезла в школу такой дождь был ночью нормально доехали включила фары включила дворники вперед за родину доехали все хорошо я уж почти опытный водитель конечно кое-какие нюансы иногда забываю но все равно виду уже нормально даже вот такую погоду даже вчера вечером уже темно было и дождь был и и вечер был в общем чего доехали а я сейчас собираюсь хотела уже сейчас раздеваться со расстегивать кофту собираюсь буду собираться бабуле идти вот не знаю так и сегодня опять не получится ничего у нее в огороде сделать потому что эти дожди но я посмотрю может сегодня уже салатик открою просто она просто потому что прошлый раз я видел что он же посходил этот салатик салат и валерьянка вот как у меня на балконе у нас телевизор до сих пор не показывать вчера вечером муж пришел попробовал поменять декодер ну приставку это потому что у нас не показывает именно sky вот это телевизионная приставка sky по которым можно смотреть платные каналы вот бесплатные каналы но нормальные такие государственные есть другой другой пульт управления и они показывают но именно sky не показывает и короче муж вчера попробовал поменять декодер и все равно ничего не показывала и тогда он позвонил в службу вот и они сказали представляете вы первый а вечер целый день мой муж что с утра не показывает а почему нам никто раньше не звонил так как меня дома не было а у нас соседи как мой муж говорит пекури как это овцы овцы там короче итальянцы все все друг на друга надеяться боятся сами позвоните и сказать о проблеме что пора было ну как не за что-то сантенны что-то что sky не работает короче муж вчера позвонил и они сказали что это скорее всего что-то сантенны на крыше именно общие антенны нашего дома и должны прийти операторами я думаю так придут операторы а если дождь как они будут на крыше под дождем работать но вроде бы как дождь прекратился так что посмотрим придут они сегодня сделать дождь то что он дверь открыто заходить кто хочет но сейчас уже не сильно такой дождь как бы утром я надеюсь что хочу посмотреть надеюсь что улитки не сожрали этим звукини потому что в прошлый раз я нашла одну улитку но это нормально вот там вот здесь вот я нашла улитку ну-ка нормально тоже я боюсь что сожрут блин твари всякие хорошо все как обычная проверка блин я же хочу открыть салат ну там такая тряпка мокрая щас конечно вот смотрите открыла и вот эти вот твари эти улитки слизи внутри теле ну все проросло буду держать теперь открытыми вот хотела показать вам обратите внимание это не наша родина это италия смотрите здесь дыра была они побросали сюда как это называется не знаю даже не зацементировали так и оставили и вот это вот все это италия вот такая вот дорога видите сколько лучше это все дыры вот тебе есть цивилизация кученька будто на родине ты находишься так я уже от бабули еду поработала муж и дома наверное уже щас пообедаем он внутри что творится вот дорога на хорошие дороги но в принципе хорошие дороги где этот автострада да например а вот здесь вот вот эти вот улочки особенно тупиковые вообще никто за ним не ухаживает нафиг какой у нас солнышко а так что творится смотрите какой черный там солнце только с утра тут был дождь так так с утра лила сейчас солнышко так классно надеюсь уже не будет дождей так я иду свою беру свою дошунику машинку еду за никитой там посидим поболтаем скажите мне разве это не безобразие это полнейшее безобразие аж худе елки-палки я вчера себе гречку сделано с грибами на ужин я вообще там только чай попила с лимоном с имбирем с медом и с мятой вообще худею 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 питаясь мир между еду питаясь фруктами и тут бац сегодня прихожу после после бабули домой а муж притащил фокаччи елки-палки ну как тут отказаться короче поделили покачу на две пластиночки еще положили про что кота это как тонько порезала такая как вареная колбаска ну типа по-русски да еще и сыр этот скаморса порезала блин ну все я обожралась полный смысле слова сейчас кофту сниму жарко у нас смотрите это просто ваше не жарко не хочу кондиционер включать потому что будить будет открыть открыла окно вот надеюсь меня хорошо будет слышно вот так вот худеешь худеешь приходит муж с фокаччи елки-палки зачем я ее поела теперь ругаю себя и хотелось бы пойти сейчас прогуляться но я не хочу я что-то так сегодня морально устала после бабули тем более у меня сегодня то не вчера не болели а сегодня начали болеть именно мышцами именно где ляжки внутренние знаете вообще я хожу так как короче нормально ну я сейчас осталось принципе недолго ждать никита уже придет надо еще окно получше жарко нет я лучше кондиционер включу пусть он на меня дует о как хорошо хорошо как хорошо по боли моя совсем плоха сегодня пришла и вот почему я вот именно морально ну никак не физически как морально устаю сегодня пришла к ней она мне опять ничего не понимаю вот смотри мне дал сосед салат и вот вот это вот я буду есть и в наверно съем как тушенка такая мясная есть в италии такие маленькие тушенка и она мне вот это сказала десять раз наверно вот и потом она мне что-то там за пасту паста паста я говорю что паста она ну как тебе объяснить и короче она начала именно в том ящике на кухне где у нее паста но где у нее там спагетти макароны всякие паста итальянская она начала там искать 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 опа нашла чипсы вот смотри я еще ем чипсы игру хорошо чипсы паста по так чтоб паста она мне хочет знать насчет пасты и я не могу понять и она мне ничего не может объяснить нет не знает как объяснить блин бабуля совсем плохая елки-палки и короче она нашла спагетти там полупаковки спагетти было по полкило получается и ну папа это паста сухая я груда и что да на сфра и что а что с ней делать представлять ящик не упала как это что с ней делать итальянка она не значит что что с пастой делать как это что сделать варить подсоленной воде кипящей воде и варить а да представляете вообще бедная бабуля не дай бог вот так вот на старости вот такой вот маразм иметь но хорошо ладно я понимаю что со многими это может случиться но главное чтобы действительно были близкие люди рядом чтобы могли помочь поддержать вот надеюсь что мой никита будет рядом со мной в моей старости хотя бы если не рядом но как говорится в одном городе чтобы он мог меня навещать помогать когда когда мне надо будет бедная бабуля ой что-то там еще было такое что еще вспомню сейчас пока я здесь я нахожусь рядом с нашим бывшим уже можно сказать бэушным социальным центром ведь какой он заброшенный лет пять назад даже пять лет шесть назад шесть-семь лет назад он еще работал он был открытый и там за этим центром там есть бассейн куда мы с никитой ходили маленький такой бассейн социальный центр это он для для женщин разведенных например если негде пожить временно вот здесь вот они размещались ну и для всяких приезжих например тоже ночью социальный он и социальный и смотрите он уже какой заброшенный все окна побиты и пошкрябаны и заросшие все заросшие там хороших спортивной площадке из бассейн где бассейн за этим центром и детские горки всякие в общем этот центр принадлежит одному нашему третье одному священнику он я уже говорила не а что он богатые зажравшиеся священники он больше них одни хотел ухаживать за этим центром не хотел содержать его и он все закрыл его бросил смотрите что творится закрыла выбросил и все я теперь вижу что сейчас сюда приходят именно африканцы они там на футбольной площадке играют в свою игру но это не футбол это как как лапта не лапта господи лапта шурская игра как как блин кегли не как она называется не рэгби ладно не помню приходят африканцы помню они что что-то выгружали но под надзором конечно какого-то мужика с фургоном я не знаю наверное это от этого от этого прийти вот так вот жалко забросили что здесь хороший бассейн было недалеко от нашего района буквально десять-пятнадцать минут на велосипеде ему уже здесь рядом были жалко потом находится это это школа алиментарий а там справа за той школы там никитина школа через 10 минут парень мой выйдет с один из кита сегодня вернется домой поезд и буквально через час-полтора ему ехать он сегодня поедет еще ближе к альпам вот у них сегодня соревнования будет где-то час езды если не больше до того городка а в том городке живет моя подруга одна я группа ли я так тоже хочу туда поехать именно но поприсутствует на соревнованиях поболеть за сына и увидеться с девчонкой но дело в том что муж мой не них не может не хочет ехать он тоже уставший у него приехал сейчас домой и короче на своей машине я не могу потому что я во первых за город еще не выезжала ну ладно просто за город я могу в принципе выехать но это далековато это на по большой автостраде надо будет ехать еще и платный вот мало того что там быстро такое движение я еще не привыкла к движению мне надо сначала вокруг города потренироваться проехаться как-нибудь надо начинать уже вот может быть как-нибудь заеду к леусе виджево но потом к наталке в куджиона может быть заеду посмотрю все надо как-нибудь потихонечку выезжать чтобы практику получше иметь и так хотелось бы поехать но нет не поедем в этот раз уже будут присутствовать на соревнованиях которые в нашем городе как говорится будут уже скоро вот ребята поедут сегодня на на машине одного папика один папик повезет всех наших четверых ребят так что на одной машине так что они поедут также и ужинать будут они после после соревнований они где-то остановится где-то в макдональдсе там поедят какой-то амбургер ну вот побьют чего-то вот так вот и покушают пою поужину и ты потом их домой привезут где-то к десяти наверное я надеюсь не позже конечно хорошо хоть завтра суббота они школьный день выспится парень отдохнет никита отправила на соревнования уехал парень я переоделась и сама пошла тоже спортом заняться не хочу и дома сидеть скучно да и задницу просиживать пойду пройдусь несколько километров я не знаю получится у меня 10 тысяч шагов или нет мышцы конечно побаливает между ног нормально ходить могу может быть даже и пробегу сегодня жалко только что я морковку не забыла в этот раз морковку взять для ослика ну ялки палки но уже следующий раз возьму да потому что сегодня целый день муж дома и у меня уже мысли не не туда идут куда-то когда муж дома короче пошли со мной конечно ветер у нас но нормальная температура видеть я футболки мастерку взяла с собой она у меня на поясе висит если вдруг будет холодно но пока нормально пока я иду мне не мне не жарко и не холодно зато зато вау смотрите что у нас это я совмещаю полезное с приятным вот просто походить для для своего здоровья да и вот полюбоваться этим небом такая красота смотрите там сзади вау как я люблю такие вот многоцветные облака какие красивые бегун догоняет меня как красиво альпы не видно конечно же спасибо красота и кстати у нас уже пустили воду в каналах так что я в надежде найти еще диких уток а скоро скоро уже будет уже тут и утята маленькие может быть сейчас дикие утки сидят на яйцах не знаю потому что когда теплее уже обычно видно тут уток с утятами такая красота становится поле здесь еще не спахали ослик а я сегодня без морковки ты меня узнал он травку щипает травку щипает но я потом на обратном пути может тебе тоже травки на рву смотрите какой молодец на роликах коньках а какой классный трактор вспахивает поле рисовое вот и нутрия собственной персоной мокрая при мокрая отвернулся от меня интересно испугается она меня нет чё внутри я тебя еще нет нутрия ой какой хорошенький усатенький лапки там под водой тинь 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 опять застыл какой ты какой ты шикарный прямо широкий морда важная привет ну ты ладно мне идти надо а вот и кошки смотрите что я тут увидела я когда первую ходку дело я видела только одного кошка какой ты красивый можем и какой красивенький так бы хотелось себе взять этого пушистика какой ты лапочка вау смотрите тут один а там черные жил да был черный кот за углом и чернушка он он спит второй кот вот третий кот черный твой какой-то пушистенький тоже вы наверное одного семейства тот белый пушистик это черный пушистик какая прелесть вообще классно а ты наверно мама и четвертый кот кошка скорее всего интересный девушь папах который вот я глинка в кепке герой я это сделала я прошла это тогда он вот смотрите так кто 9700 шагов на я еще не дошла до дома как раз будет и хожу четыре с половиной километров в час прошла почти шесть километров за где-то примерно час 20 минут это мне все стоило сожгла почти 300 калорий я надеюсь что я сожгла эти калории что я нажрала на обед вот этот покачу сыром из колбаской вот так вот на наказание себе пошла побалдела походила калорий сбросила у кого-то тут тюльпанный рай смотрите сколько и нарциссы тюльпаны вау красота вот тут не только красный есть еще и желтенькие рябые двухцветные даже вот смотрите какой красивенький красота и это магнолия на и тучи это огородик смотрите какие молодцы маджерна сенера кибела все подписано где что посеяно все огорожено какие грядки хорошие красивые какие молодцы хозяева все дошла себя не показывать потому что волосы вспотевшие вся раскрасневшаяся муж мне уже эсэмэски швёрт деда пропала желая нет маджерна